Доброе утро! Насколько оно может быть в принципе быть добрым в понедельник с утра пораньше? Это я про утренние пробки, но я успел вовремя для того, чтобы на дружеской нам территории кофейни Кекс и Криндель поприветствовать наших гостей. Встречайте, Ирина Погодина, руководитель проекта «Мама-перезагрузка» и Екатерина Чекалина, молодая мама, сертифицированный инструктор по программе «Фитнес Бэби». Доброе утро! Девушки, давайте сначала обсудим вот эту историю прекрасную «Мама-перезагрузка». В принципе, мы понимаем, о чем идет речь, но нам нужны подробности. Проект «Мама-перезагрузка» он направлен на мам, которые находятся в декретном отпуске. Так как я сама была в декретном отпуске, столкнулась с некоторыми проблемами, но тем не менее мне пришлось их решить. Я пришла к выводу, что нужно что-то как-то помочь девушкам преодолеть эти трудности и доказать, что декретный отпуск на самом деле это активная жизнь, это время реализации своего потенциала. То есть нужно не сидеть дома, нужно с ребенком куда-то выходить. Это все понятно, я хочу понять, в чем трудности. Ну, чего, декретный отпуск, сиди, наслаждайся материнством, все прекрасно. Ну, не так все прекрасно. Так, интересно. Да, мамочки сталкиваются с такими проблемами, как проследовая депрессия, это быт, который формируется дом, двор, магазин продуктовый обратно в дом. То есть нет возможности себя как-то показать, реализовать, выйти даже куда-то, потому что у тебя есть ребенок на руках, и ты не можешь его с кем-то оставить. Нет личного времени для себя. Но на самом деле можно с ребенком на руках получать образование, можно выходить, делиться опытом, знаниями своими. Потому что есть места, есть мамочки активные, которые тебе помогут в этом. И ты сама можешь стать такой же активной, позитивной мамой. Очень хорошо, что вы об этом говорите, поскольку мы мужчины, но не то чтобы выше этого, но как-то это не входит в круг того, что мы там должны понимать. Оказывается, проблема существует. Да, но мама об этом знает. Хорошо, если мы эту историю называем проектом, хочется понять, как она реализована, реализуется, кто эти люди, как все это происходит. Проектом уже реализуется две недели. Мы отобрали четырех участниц, с которыми сейчас активно работают различные специалисты из разных областей. Это и психологи, это и стилисты, и мэджимейкеры. То есть мы с ними прорабатываем не только внешние преображения, но и внутренние. Они также, участницы, посещают какие-то места, где можно прийти с ребенком. Получают образование, узнают других мамочек и понимают, что на самом деле можно себя показать, реализовать и даже вести свою любимую деятельность и при этом получать дополнительный доход. Своего рода помощь в семейный бюджет. Ну да, я знаю массу таких историй, когда, находясь в декрете, но не то чтобы от нечего делать, а в общем-то преследуя вполне благую цель заработать, мамочки организуют какой-то бизнес, который впоследствии, в общем-то, начинает походить на какую-то хорошую бизнес-историю. Да, все правильно. Но, к сожалению, просто на данный момент не все мамочки об этом знают. Вот, а предусмотрена ли в рамках этой программы, этого проекта, консультация вот таких бизнес-тренеров, которые помогут вот эту затею, там что-то продать, перепродать, превратить в какое-то хорошее настоящее дело? Да, у нас уже была встреча такая, бизнес-завтрак для бизнес-мам, где мамочки встретились с активными мамами, которые занимаются своей деятельностью, узнали, научились, им показали, как можно себя реализовать. Я предлагаю Екатерину подключить к разговору, тем более, что она у нас является олицетворением вот такой перезагрузочной мамы, мамы нового формата. Как для вас, собственно, вот этот проект на вашем примере был реализован? Что вот вы для себя смогли подчеркнуть? Ну, в частности, проекта я не являюсь прямо участницей, которая проходит там в соображении и участвует. Я в плане тренера выступаю. Есть инфицированный инструктор, фитнес-бэби, да, я тренирую мам. Но так как я сама мама дважды, я через это, через все прошла с первым ребенком, я с делом декрете, и дальше добра никуда не выходила. И мне было очень тяжело и сложно эмоционально все это пережить. По второй декрет, я поняла, будет все по-другому. Конечно, это материнский капитал, там все по-другому. Да, он, кстати, сыграл свою роль. Я прошла уже два обучения, я консультант по грудному скану, он не будет очень в декрете, я выучила. Сейчас много онлайн-курсов. Я прошла вот обучение сертифицированного тренера фитнес-бэби, и теперь я помогаю таким же мамам, как и я, реализоваться, не бояться, что нужно куда-то выходить, что это, в принципе, легко делать с ребенком и очень интересно на самом деле. То есть на вот этот вопрос, есть ли жизнь в декрете, вы уверенно отвечаете, да, она реально существует. Вот со вторым ребенком я поняла, что да, есть. Главное не замыкаться на себе и не замыкаться вот в своей ячейке, скорлупе. Все-таки давайте попробуем сформировать основную диалогию проекта «Мама-перезагрузка». Это работа над собой и возвращение себя в нормальную жизнь в том виде, в какой вот мамочка уходила до декрета? Или это все-таки выход в эту жизнь с новыми планами, амбициями, какими-то вот новыми проектами? Это, наверное, скорее уже жизнь другая, но ты себя пытаешься реализовать в новом свете, открыть в себе новый потенциал, ну и, наверное, сделать то, что ты все-таки можешь делать и хочешь делать. Хорошо. Мамы в декрете, женщины в декрете, это большая аудитория потенциально? Сколько их вообще? Это очень большая аудитория, да, у нас даже есть свои зрители, которые нас поддерживают и спрашивают, а будет ли еще этот проект реализовываться? И мы говорим, что да. Мы собираемся его в более широком, более таком масштабном формате реализовывать, потому что есть спрос. Ну, если мы сегодня декрет, ну, как-то так, мимоходом позиционируем, как такую внутреннюю тюрьму, как вы смогли достучаться, да и как вы вообще пытаетесь в себе заявить, как они узнают о вас? Социальные сети, а также сарафанное радио. Сарафанное радио. Да, мамочки общаются при другом. Ну что ж, остается вам пожелать продуктивного продолжения проекта, расширения аудитории и вот побольше таких новых, как я выразил здесь, перезагрузочных мам нового формата. Девушки, вот вам сладкое от кофейни кексы крензели. Можете угостить дома ваших детей. Напоминаю, Екатерина Чекалина и Ирина Погодина были с нами. Мы обсудили прекрасную историю. Саша, Марина, доброе утро. Я не прощаюсь, у нас остается еще одна беседа в рамках вот таких приятных сладких посиделок кофейни кексы крензели. Редактор субтитров А.Семкин